24 марта Волховская городская гимназия выступила стажировочной площадкой для команд общепроизводительных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по направлению «Образовательная среда». Со словами приветствия и пожеланиями плодотворной работы к участникам обратились Светлана Владимировна Конева, заместитель главы администрации Волховского муниципального района по социальным вопросам, Наталья Владиславовна Фирсова, региональный координатор проекта. Идея очень хорошая, я думаю, что проект для всех участников этого проекта сделает очень много интересного и полезного, потому что мы уже убедились, что обмена опытом общения порой дает гораздо больше, чем сидение над какими-то книгами, просматривание каких-то фильмов, роликов. Зачастую, когда ты потрогаешь руками, когда ты поговоришь с человеком, который вот здесь где работает, находится, ты получаешь гораздо больше эмоций, впечатлений с тем, чтобы потом это реализовать где-то у себя. И каждый раз, когда получаются вот такие интересные передвижки, когда выезжаем мы куда-то, когда кто-то приезжает к нам, мы всегда возвращаемся с какими-то новыми идеями. И мне кажется, что, ну, конечно, буду болеть прежде всего за систему образования Волховского района, поэтому искренне буду надеяться. Те ресурсы, которые сегодня привлечены, это институт, Ленинградский институт развития образования, который выбрал площадкой нашу школу, мы вам искренне благодарны, знаю, что это второе подобное мероприятие, которое проходит на территории нашего учреждения. И хочется верить, что мы действительно сегодня находимся, наверное, на не самом плохом уровне, да, я думаю, что мы входим в половину лучших систем образования Ленинградской области. Это флагманский проект Министерства просвещения Российской Федерации, и его задача заключается в том, чтобы каждая школа была передовой, лидерской, чтобы это было замечательное место, где учителям нравится учить, а детям нравится учиться. И на федеральном уровне проект сопровождается, я бы сказала, фундаментально, есть большое количество методической литературы, информационных ресурсов. Мы, в свою очередь, стараемся сопровождать наши 48 пилотных школ, но, опять же, совершенно соглашусь со Светланой Владимировной, что ничто не даёт такое количество новых идей, ничто так не вдохновляет, не побуждает нас к развитию, как живое общение. С темой «Образовательная среда. Условия для качественного обучения» выступил директор гимназии Дмитрий Львович Бенькович. Далее, для гостей коллектив гимназии подготовил экскурсию по учебным и учебно-вспомогательным помещениям, в ходе которой были продемонстрированы все возможности современной образовательной среды. Мероприятие проходило в смешанном формате. В стажировке приняли участие руководители и заместители руководителей образовательных организаций из Волосовского, Волховского, Тихвинского, Сланцевского, Владинопольского и Подпорожского районов. Остальные управленческие команды образовательных учреждений Ленинградской области подключились в дистанционном формате. Библиотекарь Волховской городской гимназии номер 3 Марина Александровна Харитоненко рассказала об использовании инфокиоска с доступом в электронный каталог библиотеки. О возможностях медиа-центра во внеурочной деятельности рассказала учитель английского языка гимназии Анастасия Эдуардовна Овчинникова. Ученик 11 класса Антон Острецов провел для гостей семинара небольшую экскурсию по медиа-центру и рассказал, чем здесь занимаются ребята, увлеченные своим любимым делом. Все сейчас подбросаны на нас по школе, по маршрутам. Каждый представляет свою роль. Кто-то оператор, кто-то в данном случае, как я, будет интервьюером именно сегодня. А так, именно в медиа-центр я пришел с целью развить себя как ведущего корреспондента. Ну и параллельно получил ребят и друзей в какой-то технической части. Монтаж, работа с кадром и так далее. О том, как используется современное демонстрационное и лабораторное оборудование на уроках химии, рассказала гостям встречи учитель химии Волховской городской гимназии Вера Николаевна Клементьева. Вера Николаевна отметила, что методы обучения с использованием визуализации помогают ребятам лучше усваивать материал. Учитель биологии Марина Анатольевна Елезова показала собравшимся цифровую лабораторию на уроках естественно-научного цикла учебных дисциплин. Марина Анатольевна продемонстрировала гостям работу электронного микроскопа, который на большом экране показал, что содержит капля воды. Затем гости отправились в школьный музей. О том, как используется анимированная карта видеохроника боев при проведении экскурсии, рассказал учитель истории Волховской городской гимназии Никита Владимирович Сорокин. А далее учащиеся гимназии провели для гостей встречи экскурсию по музею. В новом учебном заведении существует также кабинет социально-психологической службы. Занятия для гостей провели социальный педагог Марика Йосман Шиц и педагог-психолог Регина Анатольевна Белоус. Главная цель проекта «Школа Министерства просвещения России» – создание равных условий для реализации идеологии единого образовательного пространства для каждого школьника, независимо от социальных и экономических факторов, его местопроживания, достатка семьи, укомплектованности образовательной организации и ее материальной обеспеченности.